это чей канал нету никого ну все сейчас тогда буду всех перебивать и ролики чужие тырить добрый день добрый я из санкт-петербурга я с кима замечательно куянка получается беседу о чем но я просто ну как бы до чем беседуйте я не беседую я просто я хочу просто увидеть людей новых новые лица вот потому и захожу а почему не хочу узнать ваше мнение хочу узнать ваше мнение по поводу крайних событий спрашивают в этом живете а вы где живете санкт-петербурге я живу в санкт-петербурге я живу в киеве да ну замечательно давайте давайте так задавайте вопрос у тебя спрашивать тебя по губам видно что у тебя это интеллекта 13 аку да 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 вот именно ну в какой области в какой области я в какой области выключаем нахер все выключай евгений выключай это все это это все весь ум в это в губы улетел все 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 я кто ты вы о чем я кто вы хотите со мной поговорить нет я вообще просто на людей смотрю что кто о чем поговорить задавайте вопросы я хотел вам вопрос задать задавайте вы задавайте я не хочу вообще я просто посмотреть я это просто О-о-о-о-о, ёпты, алё, кто здесь? Всё, мать, пока. Узнать, к чему я отношусь, в какой области, в какой области. Да вообще в области того, что происходит. Происходит? Происходит? Трагедия происходит. Трагедия происходит. Люди гибнут. Да, как вы на это смотрите? Мне интересно мнение людей. С пятого этажа мы на это смотрим. У всех людей разные мнения. Я считаю, что надо скорее заканчивать. Я тоже так считаю, что надо заканчивать скорее. Но каким образом? Ну как, мирными переговорами. Ну, кто к этим мирным переговорам готов? Кто? Смотрите, в конце 21-го года обратилась ко всему миру. К Соединённым Штатам Америки, к Украине, к странам НАТО. И предложили мирные переговоры. И предложили мирные переговоры. Ну, подождите. Давай, подождем. Это Донецкие республики. Причем здесь сейчас Каховское водохранилище. А, вас интересует Каховское водохранилище? Каховское водохранилище? Да меня вообще интересует в принципе все. Я понимаю, что Донецк. Да, там есть много людей, которые хотят там при России жить. Пускай идут тогда туда, но... А если их большинство? Как может из 5 миллионов 4 миллиона куда-то уйти? Мать, недемократичненько. Основная же масса хочет жить, так как они жили, они жили на Украине, они родились. Да, я родилась в России. Я родилась в городе Алдан, Якутская СССР. Родилась. Она родилась. Понимаете? Не родилась, а родилась. Так. В свое время, да. Я училась в русской школе. Я росла при СССР. Я согласна в этом всем. Но то, что сейчас бомбят конкретно, экологическая катастрофа, это всемирного масштаба. Всемирного масштаба? А сколько стран пострадало в этой катастрофе? Ну, кстати, благодаря ВСУ. Сколько стран пострадало? Ну, это я с этим согласиться реально не могу. Ну, честно. Я тоже не могу согласиться. А люди, причем здесь люди, обыкновенные люди, которые хотят просто жить в Украине. Они не хотят в России, к примеру, жить. Как она это узнала, что никто не хочет жить в России? Я вот это вам... Один вопрос. Как она узнала, что не хотят жить в России? Они хотят в Украине жить там, где они жили. Нет, причем здесь... Зачем так? Вот смотрите, вы говорите, люди хотят жить там. Люди хотят жить там. А причем здесь последние события? Ведь все началось гораздо раньше. Да? Ведь произошли все вот эти трагические события еще 9 лет назад. Еще 9 лет назад. Да? Когда людей... Ну, 9 лет назад вы имеете в виду, это 14-й год, правильно? О, ну математика... Ну, хоть... Мать, хотя бы математика у тебя не хромает. Ну, примерно, да. Помните, когда нарушали конституцию в Киеве? И не спросили желания жителей Крыма, жителей Донецка, жителей Луганска, Мариуполя? Не спросили, да, как жить дальше? Просто решили сами в Киеве. И сказали, теперь Янукович не ваш президент. Будет Турчинов исполнять его обязанности. А людей не спросили. Люди возмутились. И в ответ на то, что они не согласились с этим, новые власти отправили туда танки, самолеты и стали их бомбить. Когда людей не спрашивают... Когда людей не спрашивают... Ну, хорошо, вы считаете правильно то, что они... То, что они уничтожают реально все живое. То, что есть людей. Кто уничтожает? Ну, кто? Путин ваш? Ну, кто? Они. Ну, во-первых, она Путина на они называет. Это уже почетно. Они. Владимир Владимирович Путин. Они кого-то уничтожают. Где? Вообще-то все началось с правительства Украины. Именно они развязали эту войну. Именно они развязали эту войну. В 2014 году. Они развязали войну? В 2014 году. В 2014 году. У вас исполнял обязанности президента незаконно Александр Турчинов. Александр Турчинов. Он объявил антитеррористическую операцию и направил войска, вооруженные силы Украины, на Донбасс, танки, самолеты. Стали формироваться добровольческие батальоны, которые потом осудили за преступления. За изнасилование, за мародерство, за убийство. Это такие подразделения, как Тарнадо. Были такие в 2014 году. Они пошли убивать людей. А люди взяли оружие и стали защищать свой дом. Донецк, Луганск. Прекратите это говорить. Прекратите это говорить. У меня мозги обратно встают. Нет, мне больно. Не надо. Тихо. Мозг. Нет, не надо. Не вставай на место, пожалуйста. Ей физически больно. У нее мозг начал поворачиваться в нужное место. Много сильных людей, которые живут в Крыму, хотят жить при Украине. Много? Ты лично проводил опрос. Сколько? Семь? Восемь человек? Ну, немного. Ну, что нет? Ну, немного. Процентов 5-7. Процентов 5-7. А все хотят жить уху на это самое там именно. В России, да? 90% хотят жить в России. Они это пришли, проголосовали на референдуме. Они это пришли, проголосовали на референдуме. У них был, понимаете, референдум. Вот у вас в Киеве не было референдума. Хотите ли вы в Евросоюз? Хотите ли вы в НАТО? Вас не спрашивали. Они поставили галочку, что хотят быть с Россией. Ну, может, их на это вынудили просто? Конечно. Вынудили. Хорошей жизнью. Да, вынудили. Сказали, хорошей жизнью у вас будет. Не вынуждайте нас голосовать за хорошую жизнь. Мы не хотим. Ладно, хотим. Я поставил галочку. Хочу хорошую жизнь. Вынудили. Заставили. Ну, вы можете поговорить с крючанами и спросить. Вот смотрите, после 2014 года, когда Крым присоединился к России, из Крыма уехало всего 20 тысяч человек. А 2,5 миллиона осталось жить. Если бы они не хотели быть с Россией. Хорошо, а как вы сейчас вот думаете, вот хорошо, сейчас же все равно хотят отжать Крым. Ну, отжать. Хотят отжать Крым. Кто? Реально будем говорить. Кто хочет отжать? Ну, мы хотим отжать Крым. А, вы отжать, да, хотите. Вы хотите именно отжать его. Крым. Сейчас к этому же идем. Вы у крымчан спросите. Вообще такие вещи. Ну, как бы я не спрашиваю. Я спрашиваю? Ну, как? Я не спрашиваю. Мне похуй. Но я спрашиваю. Ну, как будто бы мне срать. Но я как будто бы спрашиваю. Но не спрашиваю. Но... Нельзя насильно заставить людей жить в другой стране. Насильно не заставить. Короче, вы думаете, что именно крымчане хотят жить в России, да? Ну, а кто же голосовал в референдуме Крымчане? Крымчане думают. В 14-м году они голосовали. В 14-м году они голосовали. И референдум проводили власти Крыма. И референдум проводили власти Крыма. У них был свой парламент. Ну, так а что? Он говорит такие вещи, которые реальные. И реальные. У нее реально мозг встал на место, а тут пришел ее хахаль. Который мозг еще на другом месте. Так, что там нахуй? Нереально нихуя. Все пиздешь. Отойди от телефона. Не слушай его. Захватили для конкретных своих человек. Кому заплатили? Кому заплатили? За кого? Говорит, что это самое. Захватили своими этими. Зелеными человечками. Если, смотрите, если вам заплатить. Если вам заплатить. Вас заставить сейчас жить в России? Не надо мне платить. Ну, честно. Не надо мне платить, а то я соглашусь. Пожалуйста, не надо. Не надо. Не платите мне. Я же соглашусь. Ладно, сколько заплатите? Сколько заплатите? Я готова. Сколько? Я родилась. Я же говорю. Я родилась. Я при России родилась. Я родилась в городе Алдан. Я не осуждаю. Это самое. Я родилась на севере. Но то, что происходит сейчас именно у нас на Украине, когда нас бомбят каждую ночь с трех часов ночи невозможно спать. Ой, а ты в Донецке не хочешь узнать у людей, как их бомбят? Не хочешь? То неинтересно, да? Да то другое. Вот вас бомбят, это сладеньких, конечно. Вас нельзя. Вы богоподобные же. Вы давно живете на Украине? А? Вы давно живете на Украине? Я давно живете на Украине? Конечно. У меня бабушка, у меня дедушка, у меня вся моя родня на Украине. Просто моя мама... Но главное, что она говорит на Украине. Черт, она точно не украинка. Вышла замуж, когда мой отец в Саратовской области учился... В 14-м году бомбили жителей Донецка и Луганска. Вас же это не сильно волновало? Вас же это не сильно волновало? В смысле? Ну как в смысле? В смысле? В смысле? На самолетах. Все. Бомбили Луганска и Донецк. Нет, это не они бомбили, это бомбили Россию. Российские войска. Серьезно? Хорош, вот это нормально. С Бабой Галей она встретилась недавно. У вас как в голове это укладывается? То есть российские войска бомбили Донецк и Луганск. И сейчас, и сейчас жители Донецка и Луганска воюют вместе с Россией против Украины. Да? То есть вы в начале... Да, все нормально. А что не так? Ну логично. Так же всегда? Ну всегда же так. Смотрите, американцы же Японию шибанули по ним яверкой. И теперь Япония с Америкой. Да, это все логично. Так оно и работает в мире. Разве не так? Людей бомбиты, а потом они с вами вместе воюют в одном окопе. Ну на Украине такая логика преподается. По-моему все логично. Да? Против украинских войск. У вас это как в голове укладывается? То есть люди живут в Донецке и Луганске. И сейчас воюют за Россию. Потому что Россия их бомбила. Вы серьезно? Ну логично же, да, мать? Тяжело, когда мозг на место начинает вставать. Очень больно, очень больно. Ну вот это до вас не доходит. Они воюют против Киева. Потому что Киев 8 лет их уничтожал. Отключал им воду. Отключал им воду. Отключал им... Кого? Донецк и Луганск. Донецк и Луганск. Прекратите глупости говорить. Хотите видео вам покажу? Март 14-го года. Март 14-го года. Жители Луганска и Донецка голыми руками останавливают танки вооруженных сил Украины, чтобы они не ехали туда на Донбасс и их убивать. Это не сложно, вы же в Ютубе можете найти. Это не сложно, вы же в Ютубе можете найти. Могу показать вам видео, как в Мариуполе. В 14-м году, в мае месяце. Можете в Ютубе набрать. 11-е мая. Референдум Мариуполь. Люди в очереди стояли по 6 часов, чтобы проголосовать за независимость от Украины. А потом приехали ваши военные. На танках прокатились по городу. Не, военные, по-моему, еще до этого там были. Постреляли людей. Кого-то СБУ арестовало. И Мариуполь затих. А то, что люди ходили на референдум голосовать, вам по телевизору не покажут. Можете сами посмотреть. Не знаю. А вы телевизор смотрите? Реакция, не знаю. Конечно, он вам расскажет. Нет, ну нахера он мне нужен. Ну, конечно. Так мы слышим, как у тебя работает. На хрена, говорит, он ей нужен. Телевизор орет на всю хату. Я смотрю его. Я просто вижу, что происходит. Ну так это последствия того, что произошло 9 лет назад. 9 лет назад людей убивали. 9 лет назад людей убивали. Наши, да? Ваши вооруженные силы Украины. Ваши вооруженные силы Украины. Ну так а медали кому давали? Летчикам за то, что они разбомбили Луганск. Медали им за что дали? Пиздежь это все. Да, давайте посмотрите видео. Сейчас вам скажу, а вы в Ютубе найдете. Как называется видео? Как называется видео? Посмотри, его медальку еще наградили за то, что... Пляж Дугрес посмотри. Это несложно. Горловская Мадонна посмотри. Так, видео называется... Колонна бронетехники. Как? Колонна бронетехники. Колонна бронетехники. 16 марта 2014 год. Донбасс. А потом прилетает самолет. И бомбит детей на пляже в Зубрессе. Да прекратите это бред! Ну она так внимательно слышит, а потом... Да прекратите этот бред! Ну мать, ну пусть мозги на место встанут. Ну погоди. Блин, ну что вам там уже внушают? Ё-моё! Так у вас Ютуб есть? Так у вас Ютуб есть? Ну конечно есть. Ну подходите сейчас к тебе. Ну я не знаю, телевизор или где у вас Ютуб подключен? Где у вас Ютуб подключен? Нет, сейчас нет. Сейчас у меня нет. Вот смотрите. Ну вы не видите просто... Вот смотрите видео. А на стоя ссать будет сейчас? Ну это наверное ваши, а не наши. Ядрен вату. Ну что вы глупы? Вы полностью видео можете посмотреть. 16 марта. 20 марта. 2014 год. 2014 год. Донецкая область. По-моему ей вообще насрать на самом деле. У неё реально там в голове вакуум. Она просто слушает, слушает это. Да-да, очень интересно. Да, конечно, вообще так важно. Ага, да-да-да-да. Ну всё, спасибо, я пошла. Алло, Тарас! Пойдём в магазин сходим. Купим похавать. Донецкая область. Колонна военных едет туда. Колонна военных едет туда. Переживает она. И давит людей на танках. Переживает она. Это было ещё в марте 2014 года. Это было ещё в марте 2014 года. А потом захватили Донецкий аэропорт и бомбили его из самолётов, вертолётов. И местные жители его обороняли. Местные жители, жители Донецка. А потом прилетел самолёт на Луганскую администрацию. Выпустил две ракеты. И погибло 6 или 7 человек. Прямо в центре города. Конечно, ваше. Конечно, ваше. Это известный факт. Это известный факт. Это ваше. Даже ваше. Наши самолёты в 2014 году над Украиной не летали. Над Украиной не летали. Хорошо. Мне очень было приятно с вами пообщаться. Я ж говорю ей похер. Да, хорошо. Было очень, да, приятно. Да, всё. Тарас, пойдём. Вынимай. Чё там ты готовил? Вынимай. Пойдём это. Гулять. Проверяйте информацию просто. Проверяйте информацию просто. Я ж не говорю вам, что... Теоретически подкованный человек, да, у вас есть на всё доказательство. Можете сами проверить. Можете сами проверить. Хорошо. Подойдите к Ютубу. И наберите. Да, очень было приятно с вами пообщаться. Хорошо. Берегите себя, мир, мир, небо. Очень было похеру с вами пообщаться. Великолепно. Мне как раз вообще всё равно. Да, я очень переживаю за людей, но мне срать. До свидания. Пойду губы ещё в колючего-нибудь. У-у-у-у.